Тем, кто в гости зашел, а не мимо прошел, доброго вам здравия. Сегодня третий эпизод из цикла «Орбитальная гипотеза и ее применение в геологии». Всем известная Алроса, алмазодобывающая компания, обратилась к научным организациям с предложением привлечь свой интеллектуальный и аппаратный потенциал для поиска новых месторождений алмазов, то есть привлечь искусственный интеллект для поиска кимберлитовых трубок, содержащих алмазное сырье. Для начала полдесятка цитат. Наука не для скромных людей. Споры в науке – мучительнейшая вещь. Мне повезло, я вытянул счастливый билет, когда наткнулся на тему, где никто еще не успел сказать слово. «Законы диалектики – результат думания над массой собранных фактов, которые есть сама действительность. А действительность, в свою очередь, иллюстрация этих законов». Михаил Григорьевич Гросфольд. Доктор географических наук. Профессор. Вот его фотография. По-моему, для ученого воображение важнее, чем знание. Альберт Германович Эйнштейн. Три, два, один, начали! Сегодняшняя тема. Вызов брошен. Кто победит – человек или искусственный интеллект? Название применения орбитальной гипотезы Хазевалиева Фарида Равкатовича для поиска алмаза, содержащих тел и рассыпных алмазов. Для нетерпеливых и любителей посмотреть ответ, читайте или слушайте. Во всех приведенных примерах наблюдается важный элемент рельефа, а именно наличие некогда существовавшего на данной территории мантийного плюма. И на сегодня это разрушенная куполообразная кольцевидная структура. Куполообразные структуры, образованные этими плюмами, давно разрушились, но они несут в себе неразрушенные кимберлитовые трубки. Алмазоносные породы транспортируются из мантии на поверхность по вулканическим трубкам, известным как кимберлиты и лампроиты. Именно эти древние вулканические трубки ищут геологи, когда ищут алмазы. Трассы витков представляют собой полигон для первейших поисков, так как здесь минимально тонкий осадочный слой. Научные приборы дадут более точные результаты на участках, где осадочный слой тоньше, а также при разработке месторождений объем скрешных работ в разы меньше. Решая задачу от обратного, то есть имеется кимберлитовая трубка, она находится на трассе витка или витков, вероятнее всего она была подвержена ударному воздействию крупного космического тела размером 800 км, мы можем найти разлет фрагментов трубки, то есть рассыпное месторождение. Заключение. Следуя по трассам витков в любой стране, можно находить новые месторождения, а следуя в обратном направлении от открытых месторождений, находить пропущенные. Итак, шутки в сторону. Я давно определил для себя, что наука начинается там, где факты собраны и ученый садится над ними думать. Орбитальная гипотеза описалась как детектив. Выслеживание и распутывание множества прямых и косвенных улик, которые складываются, наконец, во внутреннее, непротиворечивую, последовательную и согласующуюся вовне, со всеми достоверными представлениями, систему. Систему, которая объясняет совокупность фактов в их взаимосвязи и единстве. Такой метод, дедуктивный по своей логической природе, противоположен традиционно принятой в географии и геологии индукции, то есть набору, возможно, большого ряда фактов, которые самым своим количеством должны привести ученого к заключению. Но факты в геологии двухсмысленны изначально, поскольку значение их зависит от толкования, и получается, что у всех мешки фактов, а согласия нет. Для тех, кто только зашел, и пока не в теме, орбитальная гипотеза Хазевлеева Фаррида Равкатовича состоит из аннотации и таблицы. Полная таблица координат точек орбиты крупного космического тела 800 км, которая состоит из 768 точек координат широта и долгота на поверхности Земли, что позволяет построить 32 полных витка. Эти витки покрывают поверхность Земли в широтах от плюс 70 до минус 70 градусов. Результаты наблюдений и исследования рельефа Земли, обнаруженные закономерности, легли в основу статьи «Орбитальная гипотеза космогенного воздействия на рельеф и геодинамику Земли». Можно прочитать, ссылка внизу. На рисунке один из витков, описанный космическим телом ККТ 800 км, то есть крупным космическим телом диаметром 800 км вокруг Земли, а также сравнительный размер крупного космического тела и Земли. Для построения орбиты одного или любого витка, необходимо взять из таблицы 24 координаты, расположить их на поверхности Земли и соединить между собой. На рисунке виток 3А, построенный таким способом. На этом рисунке Архангельская область. Здесь мы видим 4 трассы прохождения над этой территорией крупного космического тела. Среди трасс витков, знакомый нам по предыдущим выпускам, виток номер 6. Тот самый, что проделал Карельский перешейк. Слева от витка мы видим месторождение алмазов Ломоносовский и Гриба. На следующем рисунке мы видим месторождение. Здесь разрабатывается алмазное месторождение Ломоносовский и Гриба. Вот рисунок гравитационных аномалий. На этом рисунке мы можем видеть гравитационные аномалии вдоль трассы витков. Это результат удаления осадочного слоя, обнажения кристаллического фундамента. Кимберлитовая трубка оказалась близко у поверхности, она читается. Следует также отметить на рисунке нарисованный веерообразный след. Здесь при воздействии крупного космического тела происходит разрушение верхней части кимберлитовой трубки на фрагменты. Фрагменты, в котором могут находиться алмазы, веерообразно разбрасываются и появляется месторождение рассыпных алмазов. На этом рисунке гравитационных аномалий при рассмотрении под широким углом обнаруживается аномалия в виде кольцевой структуры. Это древнее плюмовое куполообразное поднятие. Далее, по сформировавшимся трещинам купол разрушается. Кольцевые плюмовые структуры прочитываются в Индии, в Канаде, Южной Африке, Якутии. На рисунке карты гравитационных аномалий Индии видим две кольцевые аномалии, выделенные овалами. Верхний овал – купол мантийного плюма и место излияния деканских трапов. Так как алмазы – самый твердый природный минерал, их намного сложнее извлечь из вмещающих их пород. Алмазы изначально добывались из рассыпных месторождений. С древних времен Индия была источником почти всех известных в мире алмазов. И до открытия алмазов в Южной Африке в 1896 году Индия была единственным местом, где добывались алмазы. Если посмотреть на рисунок, мы получим на это ответ. На карте мы видим, что над Индией пролегли два витка от крупного космического тела 800 километров. Виток 9 прошел над кольцевой куполообразной структурой, измельчил породы и разбросал в виде россыпей алмазы на территории когда-то называемой Галконда и Калур. Большая часть добычи алмазов велась путем добычи россыпей в водосборных бассейнах реки Паннар и реки Кришна. Посмотрим, как обстоят дела в Якутии вокруг трубки Мир. На рисунке территория, где находится месторождение Мир в Якутии. С севера прошел свой путь крупное космическое тело 800 километров на шестом витке. Тот самый, что проделал Карельский перешейк. Это тот же виток, что прошел над месторождениями Ломоносовский и Гриба. При прохождении на трубку Мир должны были появиться месторождения рассыпных алмазов. Смотрим следующий рисунок. На этом рисунке первый возможный веер разброса вершинной части трубки Мир по направлению витка номер 6. Город Мирный, трубка Мир, река Ириллях и дражный флот Алроса. На этом рисунке как выглядит Драга. А на этом рисунке Драга на реке Ириллях. Давайте посмотрим, где еще в Якутии добывают алмазы. На витке 5А находится Нюрбинский Гог. Месторождение Айхал и Удачное тоже находится на витке 5А. На этом рисунке на витке 5А находится вахтовый поселок Накын, Нюрбинский Гог. Здесь несколько трубок введены в эксплуатацию. На рисунке виток 5А профиль виток 5А Нюрбинский Гог. На профиле видно след от прохода крупного космического тела. Мы видим перепад около 20 метров. На рисунке видим, как отличается поверхностный слой пустых пород над кимберлитовыми трубками, расстояние между которыми 3,5 километра. Над одной трубкой 80 метров осадочный слой, над другой 60. То есть разница в 20 метров. На этом рисунке. На рисунке виток 5А. Здесь находится несколько алмазоносных трубок месторождения Айхал. На рисунке виток 5А и трубка удачная. На рисунке кольцевая структура диаметром 1100 километров. Хета-оленек. И трассы витков от крупного космического тела 800 километров. Также мы видим границы Якутии. На рисунке гравитационных аномалий кольцевая структура Хета-оленек диаметром 1100 километров. Гравитационные аномалии в районе кимберлитовой трубки Мир. Мир показана звездочкой. В следующем рисунке посмотрим более широкий участок. Карта гравитационных аномалий. Как видим и здесь есть кольцевая структура, куполообразная мантийная структура Хета-оленек. Большая сиреневая звездочка – это трубка Мир. Севернее Мирного есть еще несколько трубок Айхал, показанная зеленой звездочкой. Удачный, показанная красным цветом. Во всех приведенных примерах наблюдается следующее, а именно наличие мантийного плюма. Куполообразные структуры, образованные этими плюмами, давно разрушились, но они несут в себе кимберлитовые трубки. Алмазоносные породы транспортируются из мантии на поверхность по вулканическим трубкам, известным как кимберлиты и лампроиты. Именно эти древние вулканические трубки ищут геологи, когда ищут алмазы. Трассы витков представляют собой полигон для первейших поисков, так как здесь минимально тонкий осадочный чехол. Научные приборы дадут более точные результаты на участках, где осадочный слой тоньше, а также при разработке месторождения объем скрышных работ будет в разы меньше. Решая задачу от обратного, то есть имеется кимберлитовая трубка, она находится на трассе витков, вероятнее всего она была подвержена ударному воздействию крупного космического тела 800 км, мы можем найти разлет фрагментов трубки, то есть найти рассыпное месторождение. В заключении, следуя по трассам витков, в любой стране можно находить новые месторождения, а следуя в обратном направлении от открытых месторождений находить пропущенные. Спасибо за просмотр, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok